Девушки отдыхают На семи углях заваренные, суженые, моряженые. Вернись ко мне. Любимый мой, вернись ко мне. Господи, хоть бы помогло. Пожалуйста, хоть бы помогло. Пожалуйста, хоть бы помогло. Для раскрытия сложных и особо тяжких преступлений создано специальное подразделение – Федеральная экспертная служба. Новая структура оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет проводить любые криминалистические исследования. В ФЭС работают лучшие специалисты в различных областях знаний. Глава службы, доктор медицинских наук, полковник Галина Рогозина. Ее заместитель – майор милиции Николай Круглов. Программист и биолог Иван Тихонов. Майор спецназа ГРУ Сергей Майский. Патологоанатом Валентина Антонова. И баллистик-трассолог лейтенант Татьяна Белая. Сегодня им предстоит раскрыть новое дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект Первого канала «След». Доброе утро, Галина Николаевна. Галь, кофейку? Утро доброе, нет, спасибо. Котов где? А кто это меня здесь вспоминает? Ты красив, как интеллигент в третьем поколении. На работу, как на праздник. Обрастовый показательный сотрудник ФЭС. Танечка, ты бы лучше ребятам кофейку в термос налила. У них сегодня на кофе времени совсем не будет. Жаль, жаль, друзья, что ничего вам не могу сегодня помочь. Опера пригласили сегодня в оперу. Одна моя замечательная, ну, просто знакомая. Нет, вы бы слышали, как она поет вот этот подруженьки по ягоды ходила. До свидания. Костя, только вот культурную программу тебе придется отложить. Звонил генерал Вересов. У него зять накануне свадьбы исчез. Что, тесте испугался? Сегодня утром на трассе в 120 километрах от Москвы обнаружена машина исчезнувшего парня. По какой-то причине она слетела с дороги и перевернулась. Зять, ну, точнее, будущий зять генерала погиб на месте. По словам Вересова, парень правильный, не пил, за машиной следил. В общем, все это выглядит очень подозрительно. Поедете туда с Кругловым, разберетесь на месте. Труп и машину сюда. Тяжелая неказиста, наша жизнь криминалистов. Машина в овраг ушла, в дерево. Водителя в салоне зажало, пришлось автогеном резать. Но парень погиб. Не мудрено, по 120 гнал, не меньше. Странная авария. Дорога сухая, тормозного пути нет, я проверил. Заснул он, что ли, за рулем, или пьяный был. Может, машина неисправная? А черт его знает, здесь на месте не определишь. Да, надо к нам в гараж. Может, там что-нибудь накопают. Документы были при нем? Так точно, были. Так. Карпов Кирилл Александрович. Вообще-то машина должна быть в порядке. Генерал, говорю, он содержал ее хорошо. Интересно, куда он ехал? На колеса глина? Вот это я сейчас по его навигатору и посмотрю. Ладно, труп в машину, к нам Фесс. Только быстро отправляем. Может, на спектакль успею еще. Сейчас посмотрим, где ты был, гражданин Карлов. Слушай, Петрович, а ты кофе брал? Так. Алло, хакер. Кофе брал? Там на сиденье. Есть. Есть. Смотри. В 18.00 он выехал из Москвы. В 20.30 он куда-то приехал. И пробыл там два часа. В 22.30 он уехал назад, через полчаса повернул в сторону Москвы. Через пять минут его убили. Ловко у меня получилось. Ага, ловко. Скоро будешь в лаборатории работать. А попробую узнать, где он эти два часа прославил. Я, конечно, не Тихонов, но кое-что умею. Так. Есть. Деревня Васильки. Это в 30 километрах отсюда. Надо ехать. Проходите. Здравствуй, Валя. Знакомься, это генерал Вересов, Иван Аркадьевич. Погибший был ему почти зятем. Два дня. До свадьбы осталось. Примите мои символизмы. Спасибо. Дочку жалкую. Сама не своя от горя. Мать ни на минуту не отходит. Боится я одну оставить. Ученина, Кирюшу-то любил. Хороший был парень. Порядочный. Сейчас такие редкость. Иван Аркадьевич, раз уж вы здесь, нам необходимо провести опознание. Да, понимаю. Я готов. Проходите, пожалуйста, сюда. Да, это он. Карпов Кирилл. Жених моей дочки. Она дома ждет. Как я ей скажу? Пойдемте, Володь Ильич. Пойдемте. Я только одного не пойму. Кирилл был очень аккуратный. Водитель. И не пьющий. Как это могло случиться? Валь, есть какие-нибудь предположения? Ну, во-первых, смерть наступила от перелома шейных позвонков. Сила удара была чудовищной. Голову чуть не оторвало. А во-вторых, в крови я действительно не обнаружила следов алкоголя. Вот видите? Да, но в содержимом желудка покойного я обнаружила странную смесь белков растительного и животного происхождения, схожую по своему действию с очень сильным транквилизатором. Отчего же выходит? Значит, он отключился-то за рулем? Что у вас тряслось? Катька Ляхова утонула. Только достали. О, Господи. Надо взглянуть. Там труп, здесь труп. Что же за совпадение-то такое, а? Проверим, что за совпадение. Петрович, слушай, ну времени нет. Пусть милиция разбирается. Катя, что ты наделала, Катя? Сыночек, не надо, не надо. Не надо, люди смотрят. Молодой человек, отойдите, пожалуйста, от тела. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, граждане, граждане. Граждане, расходимся, здесь люди работают. Страсти-то какие. Допрыгалась Катя. Ой, господи, прости. Что ты там, бабуль, говоришь, допрыгнулась? А я чего? А я ничего. А я ничего не знаю. Я точно сегодня выбор не успела. Вот он такая сопрано поет. Это мою виду поет. Певица я предпочитаю слушать. Моя? Слушай, может она сама утонула? Поехали. Сама говоришь? Да у нее весь затылок в смятку. Кто ж тебя, красавица, так по затылку-то огрел, а? В общем, все понятно. Либо камнем тюкнули, либо утопили убийство, в общем. Ах, черт. Кто обнаружил тело? Мы. Бреднем рыбу это. Он не зацепился, мы потащили, тащили, тащили. Вот и вытащили. А вы ее знали? А кто же ее не знает? Это Катька ведьма, дочь Сеньки Ляхова. Почему ведьма? А кто же еще? Бабка у нее ведьмой была. И она ведьма. Привет, коллега. Таня. Тань. Я здесь. Слушай, ну ты красавица. Ты в зеркало на себя смотрела? Нашла что-нибудь? Ничего не нашла. Я под этой машиной два часа сидела. Ну, в смысле, лежала. Все в полном порядке. Значит, тормоза недавно менялись. Жидкость тормозная на месте. Рулевое управление в порядке. И шланги тоже в исправном состоянии. То есть машина вообще в идеальном состоянии. Можно садиться и езжать. То есть, конечно, не считать, что кузов сильно поврежден. Слушай, ну а почему же тогда он с дороги вылетел? Я не знаю, но это точно не в исправности машина. С мостика ее сбросили. Там на перелах и на досках следы крови. Где же милиция-то, а? Купергруппу уже вызвали. Вот-вот должна подъехать. Вообще дело непростое. По навигатору мы узнали, что именно в это место приезжал Кирилл. И почти в это же самое время здесь убивают местную девушку. Два человека погибли почти одновременно. Ага, ну действительно странное совпадение. Скажите, а вы Кирилла Карпова знаете? Он вчера здесь должен был быть. Кирилл Хамосквич? Знаю. Он здесь у нас в дом снимает. Часто на рыбалку с нами ходит. А что? Погиб он здесь недалеко. Разбился насмерть. Вот тебе на. Оба разом? Что значит разом? Он с этой девушкой знаком был? Ну конечно же. Он с этой Катькой гулял. Люди говорят. И долго они так гуляли? Да я не знаю. Может быть год, может полгода. А он примерный мальчик один на миллион. Да уж. У него невеста дома. Она тут с местными красотками развлекается. Скажи-ка, девочка, тебя как зовут? Нюшка. А ты знаешь дом, который москвич купил? Кирилл что ли? Вот-вот. Именно Кирилл. Конечно, я знаю. Вон там, за магазином. Забор новый. А вы из милиции? Почти. А я еще знаю, что это он нашу Катьку утопил. Почему так думаешь? Она от него беременна стала. А он жениться не хотел. Она на него колдовала. Да об этом все знают. Ну ладно, Кать. Все. Пойду я вам. Кирилл, подожди. Мне нужно тебе кое-что сказать. Ты знаешь, я вчера была у врача. Ты заболела что ли? Да нет, Кирилл. У нас будет ребенок. Подожди, Кать. О чем ты говоришь? Какой ребенок? Ты что, с ума сошла? Значит, я дам тебе денег, ты пойдешь к врачу и сделаешь аборт. Поняла? Кирилл, ты что, меня больше не любишь? Ну хватит. Не надо опять начинать. Любишь, не любишь. Еще детей мне не хватало. Да ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Кирилл, я не буду делать аборт. Это наш с тобой ребенок. Я не могу делать аборт. Я не буду делать аборт. Что значит не буду? Будешь. Я не буду делать аборт. Как миленькая будешь. Ты что, дрянь, мне жизнь хочешь сломать, да? Хочешь жизнь не сломать? Я не буду. Сделаешь. Отваляй от нее. Ого, прыщавый. А ты откуда взялся? Ты хочешь, чтобы я тебя в реку скинул, да? Кирилл, пошел вон отсюда. Да прекрати. Ты мне всю жизнь спортишь. Я тебя ненавижу. Убирайся. Я не хочу тебя больше видеть. Убирайся отсюда. Нюшка, ты просто клад. Спасибо. Ну что ж, надо сказать, дело не из легких. Мы можем наконец сдать окончательное заключение о причинах смерти Карпова? Можно мне, Галенька, вам? Да, Валя, я тебя слушаю. Я тут поразмышляла, почитала кое-какую литературу. Ну, в общем, грудное молоко, следы которого я обнаружила в содержимом желудка, покойного, применяется для, как бы это лучше сказать, ну, для того, чтобы привязать к себе мужчину навсегда. Для чего? Ты хочешь сказать, что он пил приворотное зелье? В деревне Ручеки завелась ведьма. Звоним нашим. Слушайте, какое приворотное зелье? Она говорит, 21 век. Ну, я думаю, что Круглов с Котовым нам нароют еще улик, но прозаирин вкупе с грудным молоком указывает именно на это. Вот это да. Несмотря на 21 век. Значит, его кто-то напаял этим зельем. Он отключился за рулем. Машина потеряла управление и слетела с дороги. Но это убийство. Именно так, Галина Николаевна. Именно так. Извините, Галина Николаевна. Из деревни Ручеки доставили труп молодой женщине. Я пойду. Трупы моя епархия. Спасибо, Алена. Нет там ничего в доме. Мелочевка всякая. Снасти рыболовные. Что тут у тебя? Отпечатков протекторов я не нашел. Что странно? Вчера шел дождь. Они обязательно должны были остаться. Получается, что Кирилл вчера вечером к себе не приезжал. Ага. Он сюда не приезжал, а скорее всего приезжал в другое место. Я, кажется, догадываюсь в какое. Дедукция – дело хорошее. Ты посмотри сюда. А что, кровь? Точно. Получается, что это и есть то самое орудие убийства, чем мне по голове стукнули. Так, так, так. Значит, у нас вырисовывается картина убийства. Кирилл убивает этой штукой Катю Ляхову, потом топят ее. А почему? А потому что у него есть мотив. Он женится на генеральской дочке. А Катя забеременела. Зачем она ему нужна? Да и Нюра. То же самое говорила. Устами младенца. Правильно. И приворотное зелье ей не помогло. Смотри сюда. Свежая краска. Но ведь у нас же нет ни зеленой мураски, ни в доме, ни во дворе. Так может, это не его гвоздодер? Думаешь, подбросили? Ладно, все. Отправляй это все в лабораторию. Давай, Гриша, к Ляхову. Ну, давай, Валь, посмотрим, что ты в ранее нашла. Ну, в любом случае, смерть Ляхова Екатерины Семеновна наступила от утопления. В легких полно воды. Причем вода абсолютно идентична воде в речушке, которую ее нашли. Окись железа. Ржавчина. И что ж получается? Ее ударили ржавой железкой по голове, потом ей надели на шею камень и скинули в реку. По-моему, так где-то раньше казнили ведьм. В Европе. Только не совсем так. Их связывали, бросали в реку. Если утонет, значит, невиновна. Ну, а если не утонет, то на костер. А у нас вообще камнями забрасывали. Да, хорошие были обычаи у наших предков. Так, еще вот что. Девушка была беременная. Третий месяц. Отец ребенка. Карпов. Как Карпов? Ты уверена? Абсолютно. А вот следы протектора. Все сходится. А значит, Кирилл приезжал этой ночью, чтобы ее убить. Ляхов, открывай! Все, хватит долбить. Дверь открыта. Ляхов, просыпайся, Ляхов. Вставай давай. Уйди, гадина. С утра зенки-то залил, а? А, бесполезно. Они неплохо здесь погуляли. Колбаска, рыбка, женских вещей нигде нет. Так, вот что с Тарлей. Я сейчас иду с соседями пообщаюсь. Ты приводишь мне его в чувство. Как хочешь. Ясно. Сейчас водичка его, академ и все. Я обследовала личные вещи потерпевшей и обнаружила наручные часики. От попадания воды они остановились. Мы можем определить точное время смерти девушки. 23 часа 41 минута. Но к этому времени, судя по навигатору, Карп был уже мертв. Ну, значит, волею случая они погибли почти одновременно. Ой, боюсь, что случай здесь ни при чем. Дяденька, а вы правда из Москвы? Из Москвы. А ты здесь всех знаешь? Да. Кто здесь живет, знаешь? Яхов. А Катя? Вместе с ним живет? Нет, он же пьет и ее бьет. Она в бабкином доме на ошибе жила. Чего говоришь, в бабкином доме? Ну, пойдем покажем. Не, мне туда нельзя. Страшно там. И по ночам кто-то стонет. Жуть. Да ладно, со мной не страшно. Пошли. Взрослая девочка, пойдем. Да ладно, я сама слышала. Вот ты где. А ну-ка, марш домой. Простите, а вы мама? Здрасте. Да, я думал старшая сестра. Расскажите мне, пожалуйста, вот Катька Леонас Кирилловича, у них такое было-то? А что рассказывать-то? Катька, она вообще редкая от Орова. Недаром ее вон деревней ведьмой зовут. Всех мужиков он с ума посладел, так ей мало. Она еще с мафлячом закрутила. Ну вот. Она думала, что женится на ней. Кого там? Обрюхатил да бросил. А отец-то ее сдал об этом? А то добрые люди подсказали. Он как узнал, что она брюхатая, он за ней по всей деревне с кочергой бегал. Стой! Стой! Кому говорят? Убью корву! Ну и как давно это было? Неделю назад. А Мастич-то испугался и уехал, сбежал, только вы видели. И больше он не приезжал? А вроде нет. Но вот только после этого Ляхов скандаль теперь не стал. И все, знаете, наладился в магазин захаживать. А тут только у него деньги. Голодьба голодьбой. Вот я не знаю. Раньше-то если у нас самогон брал, а теперь нос воротит, ну, водку ему подавать. А еще родственники у Кати были? А мамаша померла. И баба тоже. Отец один остался. А жених? А это вы Саньку имеете в виду? Ну да. Ой, ну жених не жених, а любил он ее крепко. Я что вытворяла? Бедная мать, что только не натерпелась. Ладно. Ай, чего там? Заболталась я? Нюша! Ну что ты там? Пошли домой. Иди-ка я, смотри, длинный дом. Интересно, кто там по ночам выйдет. Ничего. Поймаем, отпечатки пальцев снимем и к нам доставим. Точно. Я схожу в магазин, любопытно, с чего это Ляхов так разбогател? Давай. Ведьма. Ну заходил ко мне Семеном вчера вечером. Было дело. А во сколько? Не помните? Часов около одиннадцати. Я вообще в девять закрываю, а он пришел тут вообще снес, блин, дверь мне в магазин практически. Я же наврал водку, жрату, ерунду всякую. Короче, а! Важный момент. У него это, купюры были очень крупные. Я вообще еле это самое сдачу ему наскреп. Я еще говорю ему, это самое, ты что банк что ли ограбил вообще? Ну это самое, пенсии-то у стариков только через две недели. У него часто появлялись большие деньги? Да какой там, откуда у него деньги вообще? Все время водка у меня взаймы клянчет. Как это самое, пенсию пробьет, так начинается. Но вот неделю назад вот появились у него деньжаты какие-то вообще-то. Вот, пришел тут, купил водки, продуктов. А то вот не появлялся несколько дней. Но вчера вообще гульнул на полную катушку. Два вида колбасы взял, рыбу соленую. Хорошо. Фисташки! Спасибо. След от протектора во дворе дома Ляхова совпадает и с отпечатком протектора автомобиля Карпова. Эй, ты живой? Жутковато тут. Катерина-то действительно, что ли, ведьма была? Какая ведьма? Дурочка молоденькая. Любилась подлеца, натворила делу. Я тоже тут думал. Нашел что-нибудь? Да вот. Отвар интересный. Сдается мне, что Кирилла она ему отравила. Ты что, обалдел? Я тебе что, рыба? Ну что, Ляхов, говорить-то можешь или еще добавить? А что говорить? В чем дело? Да ночью Ляхов дочку твою убили. Уж думаем, не ты ли? Катьку убили. Кто? На чашке изъятый из дома Ляхова слюна Карпова. В остатках чая обнаружен прозаирин. Высокой концентрации, но не смертельный. Кать, доченька моя. Каравинушка. Катя, доченька. Хватит Ваньку валять, Ляхов. Откуда деньги? Да не знаю я никаких денег. Вот это что, Ляхов? Друг подарил. А чего ты не хамишь-то сейчас? Ты угрожал дочку, убить угрожал. Вся деревня слышала, это статья, Ляхов. Понимаешь, статья? Да это я так поучить хотел. Не убивал я ее. Вот тебе крест не убивал. Кто убивал? Москвич убил, начальник. Платить больше не хотел. А значит признаешь, что у москвича деньги брал? Признаю, признаю. Вот так-то лучше. А теперь рассказывай, что было вчера вечером. Расскажу, все расскажу. Чего не рассказать? Ну что ты тут возишься, а? Сейчас я делаю чай. И делаю чай и пирожки так, как он любит. Кому нужен твой чай? Лучше в магазин с водкой сбегала. Кость, в доме укосить нечем. Срам. Иди, доченька. У нас мужской разговор. Иди. Ну давай, давай. Иду, иду. Ну, принес. Принес. Значит так, это все. Больше ничего не получишь. И чтобы я о тебе и о твоей дочке больше никогда не слышал. Понял? Понял. Понял. Как же не понять? Можешь не пересчитывать. В банке не ошибаются. Не, не, не. Денежки счет любят. Сейчас мы с тобой это дело призним. Денежки. Денежки. Ну, сам пойми. Ну, зачем мне ее было убивать? Я бы от нас из москвича еще денег потянул на прокорм ребеночка. Слушай, это Саня ее убила, а? Из ревности. Саню этого проверить надо. Понял? А я что? О чем говорю? С этой ржавчиной фиг что снимешь? Все отпечатки смазаны. Сочувствую. О, неужели есть что-то? Подержи, пожалуйста. Да не верю я, что Саня Катьку мог убить, да еще так жестоко. Он с детства ее любил, все выходки ее терпел. Он парень правильный, в Москве учится, в институте. Не то, что местные пацаны, им лишь был водку хлестать. Вот такие правильные мальчики, иногда и скрываются. Как говорится, в тихом маму тебе. На банковской ленте и в доме Ляхова везде отпечатки Кирилла. И во дворе тоже его следы. То есть, по-видимому, он действительно приезжал улаживать свои дела с Ляховым. Продал свою дочь за 30 серебряников. А она нашла рецепт приворотного зелья и решилась на последнее средство. Приворожить любимого. А что, в горшочке из едома тот же состав? Ну да. Что и в чае, и в желудке погибшего. С высокой концентрацией прозаирина. Теперь мы знаем, кто напоил его этой дрянью. Да вы что, уфонарили? Я ее не убивал, я ее не убивал! Сядьте, молодой человек. Сядьте, сядьте! Ну почему вы его-то подозреваете? Он всю ночь дома ночевал, он никуда не уходил! Убил, да ее даже ударить не мог. Кать, подожди, Кать! Кать, ну подожди, пожалуйста, постой, Кать! Кать, ну постой, пожалуйста! Что тебе? Кать, ну ты же говорила, что этот тракторист ошибка, что теперь у нас все будет хорошо, а теперь у тебя этот москвич появился. Это тебя не касается, понял? Да он же козел, понимаешь? Он козел, а ты, а ты шлюха, я убью тебя, слышишь? Я убью тебя! Так давай, ударь меня, ударь! И ударю! Слабак! Так, ну что, копали что-нибудь? А, наконец-то! На, держи! Так, банка зеленой плавки, початая. Веревка очень похожа на ту, что обвязывали камень. Перчатки со ржавчиной. Ну ты что, влажный какой-то, ватник? Сырой. Что? Кровь застиранная. Так, все, фенит или комедия. Саня, Санечка, сыночек, подождите, подождите! Он хороший мальчик, куда вы его уводите? Он никого не убивал! Ну что вы нас учите? Покройтесь, мы забираем вашего сына для беседы. И вас, кстати, тоже. Прошу, прошу. Расскажите мне, Саша, что же вас связывало с Екатериной Леховой? С Катей? Да если сейчас подумать, то, наверное, на самом деле ничего. А тогда, тогда я думал, что я жить без нее не смогу. Понимаете? А я даже не знал, что мне делать, когда этот москвич появился. Я думал, или ее убью, или себя. Я чуть на себя руки не наложил, да мать помешала. Сыночек, что ты делаешь? Ты что делаешь? Пусти ее, не смей! Уйди, мать, уйди! Я убить ее готов, понимаешь? Я убить готов ее, я не могу так больше. Хватит надо мной издеваться! Да ты что, тебя же фасадят! Да, ты права, мать. Я лучше себя сейчас убью. Вот все разом и порешу. Нет, ты знаешь, что ты лучше меня убей. Убей меня, чтобы глаза мои на все это не смотрели. Убей! Тихо, 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 сыночек. Подожди, мой хороший, подожди. Вот увидишь, все хорошо будет. Все будет хорошо. Да не нужна она тебе, не нужна. Миленький мой. У нас вон Маша какая красавица выросла. Добрая, услужливая. Соседка через забор живет. Мама, ну при чем здесь Маша? Ну при чем здесь Маша, мама? Потому что она порядочная, порядочная. Она тебя как любит, глаза не отводит от тебя. Женись на нем, мой мой. Женись, а я внукова буду растить. Женись. Да этот Кирилл, да он бросил Катю беременную, понимаете? Я тогда поверил, что она выйдет за меня замуж. Я даже тогда поверил, что случится чудо. Может быть я не вовремя, но я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Я буду считать ребенка своим. У нас будет все хорошо. Я буду заботиться о вас. Бедненький. Ты что, действительно меня так любишь? Кать, больше жизни, слышишь? Больше жизни. Тогда я поверил Кате. А потом, а потом она стала такой, как и раньше. Она, понимаете, она просто играла со мной. Кать, ну ты не расстраивайся. Все будет хорошо, ты забудешь этого урода. Все будет хорошо, Кать. Ты что, действительно решил, что я за тебя выйду? Да ты слюнтяй, понял? Ты Кириллу в подметки не годишься. Он мужик, а ты девочка, понял? Пошел вон. Тогда на мосту я, а? Я ушел от Кати. Я ушел от Кати, я пошел к Маше. Так быстро вы утешились? Утешились? Нет. Просто, просто в какой-то миг я понял, что... Как будто Шоры у меня с глаз упали. Я просто увидел, какая Катя на самом деле, понимаете? Я просто понял, что мы совершенно разные люди, а Маша... Ну, Маша, она же любит меня. Я ушел тогда к Маше, и мы всю ночь проболтались с ней. Маша. Ты чего? Что такое? Что с тобой такое? Что? Пойдем в дом. Пойдем. Ну что, ну что ты? Что? Что? Что такое? Я буду тебе хорошим кушать. Я никогда не обижу. Пусти меня! Пустите меня! Я по русским языком объяснил. Вызову вас, девушек. Да не буду я ждать никого, пока меня вызовут! Сразу сажать, секунду. Кто главный здесь? Я главный. Пожалуйста, мы должны отпустить Саню. Сашу Копылова. Он ни в чем не виноват. Он никого не убивал. Он у меня был. Ну, все. Тонец нашему Санечке. А что такое? На его ватнике кровь Катерины. Правда, надо доказать, что это его ватник, но это мы быстро. Попался, говоришь? Сейчас посмотрим, от этой ли веревки он отрезал кусок, чтобы привязать камень. Сядьте. Ну что же, Александр, экспертизы подтверждают, что это вы убили Екатерину Ляхову. Какие экспертизы? Ну, вот смотрите. Во дворе Карлова мы нашли ваш гвоздодер. На нем ваши отпечатки пальцев. Также на нем кровь Екатерины Ляховой. На вашем ватнике тоже кровь Екатерины. Экспертиза веревки из вашего сарая показывает, что именно от этой веревки отрезали кусок, привязали камень, который потом надели на шею Екатерине. Ваши пальчики. Что вы на это скажете? Я вам ничего не скажу. Я был у Маши. А вам больше ничего и не остается. Вы совершенно спокойно могли забросить Катю, потом пойти к Маше. Пробыть у нее всю ночь. Рассказывайте, как было на самом деле. Зачем вы меня спрашиваете? Вы же все равно мне не поверите. Я вам ничего не скажу. Лихо мы два убийства за неделю раскрыли. Может, премию дадут? Сейчас все только ватник оформлены до конца. И можно будет пойти перекусить. Ты как? Это я всегда за. За быстрее. Что-то я не понимаю. Оборудование, что ли, накрылось? А что случилось? Этого не может быть. Да что случилось-то? Это не Санечка. ДНК принадлежат его близкому женщине. Это его мать. Это ее ватник. Я знаю, что это вы убили, Екатерина. И у меня есть все улики против вас. Гвоздодер, которого подбросили на участок Кирилла. Ваш ватник с кровью Екатерины, который вы пытались отмыть. И веревка из вашего сарая. Я, наверное, могла бы понять, почему вы это сделали. Но как вы могли позволить, чтобы вы посадили вашего сына вместо вас? Я бы и не позволила. Я же не знала, что вы его подозреваете. Он же ни в чем не виноват. Мне сказали, что с нами просто хотят поговорить. Я так мечтала. Я так мечтала, чтобы он на Машеньке женился. Чтобы у него все было хорошо. Все хорошо было. Машенька у нас какая красавица стала. Здрасте. Ну, поздоровайся. Здрасте. Здрасте. И не говори, Тонь. Слышь, по Сашке она твоему сохнет. Знаю. Ну, и чего делать будем? Нет? Не знаю. Поженить бы их хорошо. Пара была бы на загляденье. Да. А мы бы с тобой внуков нянчили. Ага. И Сашка бы твой при тебе остался. Я привязала к камень. Накинула веревку на шею. И в воду скинула. Я не могла поступить по-другому. Не могла, понимаете? Не могла ради Санечки. Ваш Саня наконец-то понял, что ему не нужна Катерина. Как не нужна, как не нужна. Я же слышала. Из этой кайкала худрой. Жениться собирались. Она отказала ему. Причем отказала грубо и по-хамски. И он понял, что не нужен ей. По его словам, у него глаза открылись. И тогда он провел ночь с Машей. Как с Машей? Как с Машей? Я не поняла. Катерина! Я тебя добром прошу. Отпусти Саню. Ведь не нужен он тебе. Не любишь ты его. Ты ему всю жизнь сломаешь. Да? О моей жизни вы подумали? Вы меня всю жизнь гнобили. С детьми своими играть не позволяли. Ведьмы меня называли. А тебя что-то пришли просить. Я тебя не просить. Я тебя умолять пришла. А мне нравится, как он за мной бегает. И ты слюни свои пускает. А я за него замуж собралась. Да. Катерина! Это вы? Все. Послушивайте и подсматривайте. Катя, я тебя в последний раз прошу. Оставь Саню в покое. Оставь. Мы с вашим Саней давно же все решили. Так не бывать этому. Галь. Да, Коль. Что там с Антониной Копыловой? Антонова настояла на госпитализации. Опасается инфаркта. Маша с Саней увела. Он чуть не посидел от горя. А Котов где? Он успел в свою оперу? Ну, разве только к третьему акту. Благодаря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok